Не будем притворяться, что мы не беседовали до начала эфира. Мы говорили про закон о кинематографе, который... Да, о российском кино. На российском кино, да. Значит, давай излагай свое видение. Ну, что излагать видение? Дело в том, что этот закон в течение пяти лет все время вспыхивает как-то. Вот поговорили, выступил какой-нибудь очередной депутат, чаще всего от ЛДПР. А почему от ЛДПР? Я объясняю, потому что вся глупость по защите национальных интересов почему-то идет ЛДПР. Это ты сказал, а не я. Да, это сказал я, и я не отказываюсь от своих слов. Потому что они все обучены, они дискутируют по принципу. Они говорят, значит, вот нужен закон о российском кино. Нужны квоты на зарубежных... Они нужны? Нет, конечно, нет. Они говорят, нужны квоты. Ты им говоришь, что мы уже там были с этими квотами. И в Советском Союзе были квоты. Врали, ну, крутили генералы песчаных карьеров, а отчитывались за фильм «Коммунист». К примеру, я говорю. Поэтому это искажение, вот, действительно. После этого с той стороны раздается крик «Вы предатель народных интересов». И попытка сказать что-то, их так обучили хорошо, они говорят с тобой одновременно. Причем они кричат. И то, что ты говоришь уже, они почему-то вызывают у зрителей по ту сторону экрана, как зритель говорю, больше интерес, чем тот, который спокойно хочет объяснить, что это глупость, что это неправильно. А почему это глупость? А теперь вернемся к закону о кино. Он вспыхивает все время, почему-то много говорят о законе о российском кино, но вспыхивает одна главная проблема. Квоты на показ зарубежного кино. Они доходят от малого до смешного, как говорится. Сначала это было 70, хотя бы 30 процентов российского кино. Ну, предположим, хоть это разумно, но вообще слово «квоты» это глупость. Я сейчас объясню почему. Потом проходит год, кто-то же должен новый засветиться. Он говорит, нет, надо хотя бы по 50 процентов российского кино и 50 процентов зарубежного кино. Еще проходит год, я вам говорю абсолютно точно, можете это проверить по своим, так сказать, интернетам. Проходит еще год, и сегодня вышли уже совершенно с идиотской цифрой. Это 20 процентов зарубежного кино и 80 процентов российского. Отсюда тут же возникает вопрос, ну хорошо, 80 процентов российского, а зрителя, где 80 процентов российского зрителя, чтобы ходил на это кино, потому что 80 процентов пока что российского зрителя ходит на зарубежное кино. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.